Медиа, мне забили голову, поэтому ладно, давайте не будем дискатировать на эту тему, короче, мужик уперся рогом, так что сейчас придется закупиться инструментом, заберу свои 350 за эту работу и поеду дальше, тоже работа, мечта, да, один весь день этим отбойником фигачит, но солнце попадаешь, прям припекает, аж сидеть невозможно, в кресле жарко, тут мобильные дома, это вагончики тут, можно сказать, стоят, маунтин-вью, я думаю, что даже этот странный вагончик здесь будет нормально стоить. Так, ребята, что у нас, новый день с вами? День обещает быть интересным, приехав в гараж. Сегодня поработаем вместе с вами, две интересных работы у меня есть. Я не скажу, что они сложные там или что-то, в общем, сегодня будем работать и с дверями, и с плинтусами. Вчера, конечно, я чувствовал себя не очень хорошо, но я не думаю, что это было как-то связано с прививкой, скорее, это из-за того, что я поспал, как я уже сказал, чуть больше 4 часов и последнее время такая стрессовая атмосфера, смотрите, как деревья тут чистят. Кайф, скажите, да? Это тут застройщик район застраивает? Скоро про меня будет говорить. А, это Влад, у нас апартмент-комплекс застраивает. Не выспался, стрессовая атмосфера была последние дни, и все это вот так вот сложилось. Сложилось и наложилось. Ну, сегодня чудеснейший день, чудеснейший. Кстати, получил кучу комментариев в плане прививки. Ну, я понимаю, что я как бы сам спросил мнение людей, и люди высказали свою точку зрения, и я не совсем согласен, конечно. Ну, я не стал как-то спорить, потому что я реально попросил высказаться у людей, и я рад, что вы приняли это приглашение, скажем так, высказаться, и написали свой комментарий по поводу прививки. Конечно, мнения очень-очень разные, у каждого там свои аргументы, и чаще, ну, вот чаще аргументы, конечно, у тех, кто против, те, кто за, аргументов приводят немного, ну, в плане того, что почему они сделали, либо сделают прививку, и как бы я среди них, я сделал прививку, и те аргументы, которые против, меня не убеждают, скажем так. И я понимаю, что вся эволюция людей, собственно, происходит благодаря, потому что люди не вымирают, и уже много разных болезней переживало человечество, и для этого придумывали там вакцины, которые, ну, работают до сих пор, до сих пор, делают это раньше из-за этих болезней, люди также умирали. Короче, я к вакцинам отношусь вообще, в принципе, положительно. Положительно, потому что человечество, ну, как бы это двигает человечество вперед. Я понимаю, что бывают, ну, бывают какие-то индивидуальные случаи, когда говоришь, у этого Ивана, там, ну, неважно, там, этого Джона убила вакцина. И все, вау, ужасная вакцина какая. Но эта вакцина спасла, там, тысячи человек, просто Джо, это как Джон, это, ну, побочка, да. И такое может случаться, просто если говорить в масштабах человечества, то все-таки, ну, нельзя недооценивать, там, всю значимость. Да, потому что так можно и вымереть нафиг, если не использовать какие-то вакцинах. Хотя опять сейчас кто-нибудь скажет, что у меня забита голова чем-то. Медиа мне забили голову, поэтому, ладно, давайте не будем дискотировать на эту тему. Поедем лучше поработаем. Небольшой кусок, короче, здесь вот стены мы убрали, вот здесь будем шпаклевать, заделывать дырки и все, а потом я приеду восстанавливать пол. Вот так вот. А вторая часть работы здесь, помните, вам говорю, нужно вот дверь поставить, да, не надо вернуть одну дверь. Получается, встроим фрейм, ставим дверь, обшиваем там это все. Останавливаем крон-молдинг, вот этот вот, и плинтуш, да. Внизу тут плинтуса я перезяю, и все. Текстура. Вот такая вот текстура. Будет оранж-бел. Оплесная горка. Ладно, поехали, тут не мне работать, сейчас материалы привезу еще сюда и поеду уже по своим делам. Так, ребята, прихватил я своих инструментов на один объект, сейчас поедем работать вместе с вами. Тут появилась радостная новость, возник повод съездить в Лос-Анджелес, поэтому завтра, послезавтра поеду, наверное, даже завтра, прокачусь вместе с вами, ребята. Так, ребята, я немного перепутал работы, как оказывается, но тут тоже бейсборды, тоже краска, как бы это, я перепутал именно объем работы. Ладно, сейчас мы организуем все, сейчас буду красить, я уже покрасил вот эти вот бейсборды на улице валиком, я их покатаю просто. Они высохнут в течение, в течение получаса, наверное, часа, и можно будет их устанавливать. Так что начнем подготовку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, небольшая засада получилась. Бейсборды имеют тот же самый рисунок, практически тот же самый, визуально, но размеры разные, поэтому не получит установить здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы он там не сказал, потому что тут работа чуть больше, чем на пару часов. Я сказал, что будет оно стоить ему 500 долларов. Посмотрим, что он ответит. Пока мне кажется, что он скупердяй. У меня даже желания нет, за деньги, за то, что я уже здесь сделал. Жду ответ. Жду ответ. Короче, мужик уперся рогом. Я поеду сейчас возьму себе все-таки пилу TableSol. По-русски я не знаю, как она называется. Это вот стол с циркулярной пилой. Стоит единственное 500 долларов. Ну, она стоит с двумя большими аккумуляторами. Аккумуляторы большие всегда нужны. После того, как у меня появились 6-амперные аккумуляторы, я другие даже не смотрю. Ну, то есть, я с другими вообще стараюсь не работать. Я на них смотрю, как на игрушечные, скажем так. Вообще, в принципе, получается экономия. Потому что я суперчарджер покупал, который быстро заряжает эти 6-амперные батарейки. По-моему, долларов за 100. Вот эти две батареи стоят долларов 180 или 190 даже. Нет, 170. И сама пила. Пила без зарядника, быстрого зарядника и без двух батарей стоит всего 400 долларов. То есть, 100 долларов разница, представляете? Какая экономия. Ну, то есть, это реально небольшой такой бонус. И плюс мне нужно купить один набор инструментов. Сейчас приедет ко мне подмога. Вот, собственно, будет уже чем работать. Так что, сейчас придется закупиться инструментом на 1000 долларов. Сколько? На 1000 долларов. Да ты шо? Вот так вот, ребята. Помдипа сейчас стоит много инструментов по хорошей цене. Спустя полчаса я нашел дядьку с инструментами. Я нашел ему эту коробку, уже показал. Сейчас еще одну коробку, он ходит и ищет. Вот, пригнали подъемник. Ждем. Ребята, есть такие в России ключи? Я просто показывал пару раз, люди удивляются. Они зажимают. Ну, там выставляешь размер, вот крутишь вот эту красную хрень. Выставляешь нужный размер, и она потом зажимает, как в тисках. И чтобы рожать, нужно вот на эту кнопку отжимаешь и отпускает. Очень удобная штука. Но у меня были эти хаски, только какие я тут что-то не вижу. Подешевле, наверное, которые. Конечно, это table saw была моя, наверное, самая долгожданная покупка из инструментов. Наконец-то она лежит у меня в багажнике. Сейчас обед склочу и поеду, доделаю эту работу. Как бы я распущу по одной высоте эти бейсборды. Несмотря на то, что они разные, мне хотя бы по высоте их сравнять. Швы я уже там кокингом замажу, как получится. Там, в принципе, кастомер морально готов, что это так будет. Поэтому заберу свои 350 за эту работу и поеду дальше. Тоже работа, мечта, да? Один весь день этим отбойником фигачит, долбеж. А другой стоит водой поливает. Весь день. Я так понимаю, они эту часть моста разбирают, потому что тут эта работа уже давно идет. Они его, может быть, расширять будут что-то в этом духе. Ребята, по-моему, этот выпуск будет называться, чем кормят строители в США. День ранее я вам показывал то, что я купил такасы. Тоже в хом-дипа, кстати. Стоили они точно столько же, сколько эта порция в 12,5 долларов. Ну вот, почувствуйте разницу. Я показывал вчера, и вот, смотрите, здесь и лучок жареный, и такас, вон и редиска лежит. И рис уже больше имеется, томата, да? Непонятные салаты, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Короче, есть фасоль. Вот это вот пюрешная фасоль такая. Ребятам с чувствительными желудками, конечно, она противопоказана, потому что я видел то, что у людей, оказывается, проблема есть на этот счет. Мне немного больше повезло, да? И вот здесь вот острые-острые соусы, которые я добавляю. Так, не жалею особо. Люблю я остренькое. Так, что сейчас буду есть? Кстати, фасоль и сыр. Ну, пармезан в основном кладут. Да, и пюрешная фасоль. Ну, классно, как бы. Мне очень нравится. Я не знаю, кто-то из вас пробовал. В студенческие годы я в технику научился, помимо университета. И вот с тех времен я помню, как я себе готовил макароны, жареные в томатной пасте. Иногда туда добавляю жареную колбасу, но иногда колбасы там не было в холодильнике. И жареные вот макароны, жареные в томатной пасте. Для меня это был, конечно, деликатес. Те, кто не пробовал. И сейчас спустили слюну по поводу моих такос, пойдите пожарьте макароны себе. То есть сначала макароны варишь, потом на сковородку уже вареные, томатной пасты пару ложек, соли подсыпал и готово. Слушайте, у нас прям ноябрь, ноябрь. Но солнце попадаешь, прям припекает, аж сидеть невозможно в кресле. Жарко. Градусник показывает, что где-то у нас 75 по фаренгейту. Бочти 20 градусов, 19-20. А солнце прям печет капитально. Все-таки люблю я Калифорнию, ребята. Мобильные дома, это вагончики тут, можно сказать, стоят. Моунтинг-вью, я думаю, что даже этот странный вагончик здесь будет нормально стоить. Это, конечно, не дом на колесах, который я вам иногда показываю, но это, блин, мобиль хаус. Это его прикатили сюда. Прикатили, обшили, снизу там все это ерунду и закрыли. Там есть немного побольше, есть немного поменьше. Стоят, я говорю, они даже здесь нормально. Хотя вот такой дом, допустим, в Северной Каролине можно купить тысяч за 40. А иногда есть объявление, типа, заберите дом бесплатно. Ну, только приезжайте на участок и вывезите. Калитку закрыли. Надеюсь, я смогу тут работать еще. Нет времени особо на распаковку. Но это, конечно, приятное ощущение. Я говорю, ждал я возможность и необходимость взять этот инструмент очень давно. Как бы понадобился он мне еще раньше. Но тогда, если вы помните, я его заимствовал. Так, потому что нет линейки, это очень, это плохая новость. Но фотография, она есть. Линейку я нашел. Линейка вот такая. Как бы принцип работы у нее. Вот здесь раз. Рычажок ее зажимает. И вот она начинает не двигаться. Короче, мне очень нравится. Очень, ребята, я очень рад. Вот здесь это быстрый чаржер. Вот два аккумулятора. Я, кстати, думал, что она работает на двух. Оказывается, ей достаточно только одного. Посмотрим, что у нас тут с зарядкой. Первый аккумулятор еле живой. Второй аккумулятор еле живой. Нужно будет опять заряжать. Так, ребята, короче, опять я вам ничего не показал. Все скомкано получилось. Но об этом вы узнаете уже в следующем выпуске. А я зашел в магазин прикупиться немного и отдыхать. Скоро едем в Лос-Анджелес. Все, до скорой встречи. Пока-пока.